В ходе недавней встречи губернатора Ульяновской области Сергея Морозова с премьер-министром России Дмитрием Медведевым был поднят вопрос о выполнении указов президента, посвященных социальной проблематике, в частности строительству образовательных учреждений. На сегодняшний день одна школа уже построена и четыре школы начали строиться, причем не только в городе Ульяновской, но и в сельских районах. Таким образом мы решаем ту задачу, о которой вы говорите. Директор департамента общего образования Ульяновской области Наталья Козлова подтвердила сказанное ранее губернатором об активном строительстве образовательных учреждений. В приоритете на территории Ульяновской области как раз тема униципалитета, где очень остро стоит эта проблема. В прошлом году, в 2016, мы построили здание новой современной начальной школы на территории РП Козловатского районного поселка. В этом году мы успешно начинаем строительство на территории Ульяновского района в Ишеевке. Так в рабочем поселке Ишеевка продолжаются строительные работы. Вырыт котлова, началась заливка монолитного фундамента. Именно здесь стоит острая необходимость строительства нового образовательного учреждения. На сегодняшний день на территории района у нас два образовательных учреждения, но объемы и площади не позволяют обучать всех. Поэтому, конечно же, эти будут идеальные условия для того, чтобы не создавать каких-либо проблемных ситуаций. Особенностью этого учебного заведения будет то, что на территории школы будет функционировать и детский сад. Данный образовательный комплекс рассчитан на 430 детей, 310 школьников и 120 детей дошкольного возраста. Будет новое оборудование. Конечно, каждый родитель хочет для своих детей лучшего. Эту школу посещала еще моя бабушка, ей 78 лет. Она очень старая. И хочется, чтобы наши дети, конечно, большего заслуживают. Срок сдачи здания ориентировочно конец 2017 года. А уже в сентябре 2018 года в стенах этой школы прозвучит самый первый звонок. И распахнутся двери в мир знаний для новых учеников. Кристина Жакот, Данил Сурков. Новости Ульянской правды.